Продолжение следует... Смерть. К счастью, наши депутаты толкают не только идиотские законы, но еще и вполне классные, о которых тоже стоит говорить. Один из таких мы обсудим в сегодняшнем выпуске, и я надеюсь, что для вас он будет интересным. Погнали! Эй, Валера, ты чего такой грустный? Да вот создал канал на Ютубе. Меня никто не смотрит. Открыл магазин в Инстаграм? Никто не покупает. В аудитории вообще ноль. Я реально не знаю, что делать. Да ну, чувак, не грусти. Есть один сервис, который стартанет твои проекты, как ракеты Илона Маска. И что это за сервис такой? СММ Крафт. Переходи по ссылочке в описании и стартуй уже. В России с 2025 года могут ввести запрет на использование пластиковых пакетов. Соответствующей инициативой выступил первый зампред комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов. Власов предложил заместителю председателя правительства запретить использование пакетов с 2025 года. На мой взгляд, это давно пора было сделать и этот закон, как по мне, очень важен. Проблема пакетов одновременно очевидная и незаметная. Ежегодно мы используем тонны пластика, засоряя им окружающую среду. Для справки. Каждую секунду в мире используется и выбрасывается 160 тысяч пластиковых пакетов. Пакет в среднем используется на протяжении 12 минут. Воздействию морского мусора подвергается 267 различных видов животных. Пластиковые пакеты относятся к десятку самых распространенных видов мусора, загрязняющих берега и собираемых при очистке побережий. Если мы соединим все пластиковые пакеты в мире вместе, они обогнут земной шар 4200 раз. И если бы всего один человек использовал на протяжении своей жизни только переработанные пластиковые пакеты, он бы помог удалить 22 тысячи полиэтиленовых пакетов из окружающей среды. Только представьте, мы используем пластиковый пакет всего лишь 12 минут в среднем. А впоследствии эта самая маечка из пятерочки разлагается в окружающей среде порядка тысячи лет. Такая на первый взгляд мелочь наносит непоправимый вред нашей планете и ее экологии. И каждый из нас виновен в том, что сегодня происходит. Наши города и прилегающая к ним территория буквально завалены бесчисленным количеством мусора, который столетиями будет лежать и наносить вред окружающей среде. Кстати, а вы знали, что? У 90% погибших морских животных по всему миру находят изделия из пластика. Каждый год человечество выбрасывает триллион пластиковых пакетов. Всего 3% от этой цифры уходит на переработку. Пластиковый пакет входит в десятку наиболее часто встречающихся видов мусора. Пластиковый пакет загрязняет окружающую среду, когда начинает распадаться. Микрочастицы просачиваются в почву, неся яд для растений. И это только малая часть печальных фактов, которые я сегодня решил отметить в своем видео. Проблема пакетов настолько масштабна и огромна, что о ней можно сделать целый документальный фильм. А вот, например, вы слышали про Большое Тихоокеанское мусорное пятно? Ведь об этом редко говорят по телевизору, потому что это не так интересно, как выборы президента на Украине, не так ли? Площадь мусорного пятна в Тихом океане достигла размера трех Франций. И попробуйте предположить, сколько животных ежегодно погибает под этим гигантским слоем мусора, который плавает в Тихом океане. Вы только представьте себе масштабы этой катастрофы и вдумайтесь в цифры. Количество ущерба, которое мы наносим в среде, в которой мы сами же и живем. Приятно осознавать, что и наша страна наконец-то откажется от использования полиэтиленовых пакетов. Разумеется, откажется и от их использования. На мой взгляд, такой запрет значительно сократит ущерб, который мы наносим окружающей среде. Жалко лишь то, что пока поступило лишь предложение и закон еще не принимался. Поэтому будем надеяться, что совсем скоро будет принят соответствующий закон и мы наконец-то откажемся от пластиковых пакетов и перестанем засорять землю, на которой мы с вами же и живем. Хочется верить, что закон о запрете на использование пластиковых пакетов будет принят так же быстро, как закон о суверенном интернете, как закон об оскорблении чувств верующих и прочие законы, которые нарушают права человека. Будем надеяться, что с 2025 года мы полностью откажемся от пластиковых пакетов и тем самым спасем нашу планету от мусора. Ну и наши потомки, наверное, будут нам благодарны. Хотя мне непонятно, почему целых 5 лет еще как минимум придется ждать до вступления закона в силу. Почему нельзя это сделать сегодня? Ведь, повторюсь, закон о суверенном интернете буквально за считанные месяцы был принят и будет реализован так же быстро. Почему так же быстро нельзя пропихнуть закон об запрете на использование пластиковых пакетов? Ведь есть альтернативы. Лично я уже отказался от использования пластиковых пакетов. Я их стараюсь не покупать. Я хожу в магазин либо со своей сумкой, либо с уже использовавшимся ранее пакетом, как бы это смешно не звучало. Ну, лучше я буду подвергаться насмешкам, что я хожу в магазин со своим пакетом, чем я буду засорять окружающую среду. Просто сев и посчитав, сколько ежемесячно я выбрасываю полиэтилена, который никак не перерабатывается, ведь в нашей стране нет мусороперерабатывающих заводов, я понял, что я наношу непоправимый ущерб природе и решил от них отказаться. И вам советую сделать то же самое. В качестве альтернативы могу предложить вам, например, бумажные пакеты. Я лично ими пользуюсь и вообще классная штука, я вообще ни разу не парюсь. А сейчас, минуточку внимания. Прежде чем я покажу вам альтернативу пакетам пластиковым, хочу сразу вам сказать. Я буду показывать пакет из сети супермаркетов Магнит. Это не реклама, мне никто за это не платил. Этот ролик не сделан по заказу сети супермаркетов Магнит. Сеть супермаркетов Магнит. Кстати, дайте мне денег, я рекламирую, блин, ваши пакеты. И не подумайте, что это какая-то реклама. Я просто показываю на одном из примеров, потому что я пользуюсь пакетами данной торговой сети, и поэтому они есть у меня дома, и я просто решил вам показать. К сожалению, это не реклама. Мне бы очень хотелось попиарить Магнит, но они мне пока денег не давали за это. Короче, это не реклама. Пожалуйста, не долбите меня в личку то, что я продался Магниту или Пятерочке. Например, если вы приобретаете продукты в сети супермаркетов Магнит, у них есть вот такое замечательное предложение. Это бумажный пакет, который сделан полностью из разлагающихся материалов. Ну, я думаю, несложно догадаться, как быстро разлагается бумага и как мало она может нанести вреда окружающей среде. Кто-то может подумать, что этот пакет очень хлипкий, но, как видите, здесь указано, что он выдерживает 7 килограмм. Однако, на личном примере могу сказать, что я в него пихаю гораздо больше, и пакет выдерживает. По крайней мере, 7 килограмм он выдерживает точно, если держать его за ручку. Если напихать в него килограмм 15, то можно просто его обхватить, как в американских фильмах, и вот так вот с ним ходить до... идти с ним так вот до такси, я не знаю, или до машины. И, в принципе, это несложно. Это удобно. И, что самое главное, этот пакет можно также использовать несколько раз. Кроме того, отказавшись от пластиковых пакетов, я могу смело похвастаться, что я спас окружающую природу от 10 тысяч выброшенных пакетов мною за год. Знаете, это как в том анекдоте, когда, о, смотри, я спас ту красотку от изнасилования, и когда тебе говорят, типа, а как тебе это удалось, ты говоришь, самоконтроль, чувак, самоконтроль. Если тебе не безразлична окружающая среда и мир, в котором ты живешь, не жди, пока выйдет соответствующий закон или запреты, откажись от пластикового пакета добровольно. Каждый из нас может сделать мир чуточку лучше, чище и добрее. Не стыдитесь использовать один пакет несколько раз. Не стыдитесь ходить в магазин с сумкой, ведь это делается не в целях экономии, а для того, чтобы защитить окружающую среду. На этой славной ноте, на этом, так сказать, призыве, пожалуй, закончим наше сегодняшнее видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось, и вы непременно напишите в комментариях все, что вы думаете по этому поводу. Также не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, там вы найдете анонсы всех предстоящих стримов, новости с моего канала, а также новости с канала блогеров, с моей тусовки. Еще обязательно подписывайтесь на инстаграм, там я пощу разные фоточки, может быть интересные, может быть не очень, но тоже тем, кто там тусит, я думаю, будет интересно посмотреть все последние новости с жизни моего канала и, как говорится, меня. И, конечно же, не забывайте подписываться на лайв-канал, когда-нибудь там будут выходить также ежедневно ролики, но пока что времени на него особо не хватает, но вы непременно подпишитесь, потому что на нем, возможно, периодически будут проходить стримы, там будут мое схудное творчество, разные заметки, что-то интересное, что я нахожу из интернета. В общем, все-все-все самое такое прикольное, то, что нельзя опубликовать на основном канале, но очень хочется показать соколикам. А теперь маленький эксклюзивчик для тех, кто досмотрел до конца, и это будет интересно еще олдфагом узнать, соколики, я решил возродить старую добрую традицию, топ-5 самых популярных, самых интересных комментариев в конце ролика. Поэтому, если вы хотите попасть в следующее видео, пишите под этим видео, какой он забавный или интересный комментарий, и, возможно, он попадет в следующий выпуск. Будем теперь делать дальше так в каждом видосике, так же, как мы делали это раньше. В общем, все в ваших руках, дерзайте, посмотрим, кто попадет в следующий ролик. Тыкай вот на эту рожу, чтобы подписаться на мой канал, а так же тыкай вот на эту рожу, чтобы посмотреть предыдущие ролики. На этом у меня все, спасибо, что смотрите Жирного. Увидимся на стриме выходные, пока.